Это стена, которая промерзает. И вот здесь живут птицы. Они выводят птенчиков, гнездятся. И здесь, видимо, цемента было мало, песок вот этот выпадывает. И прямо вовнутрь туда, вот эти далеко-далеко щели. А вот этот кусок обвалился. На ребенка, пробегавшего здесь, дело доходило до травматологии. Этому дому по улице Чайковского 15А уже больше полувека. Но, по словам жильцов, за все годы в нем не было даже косметического ремонта. Между тем, в стенах сквозные дыры, штукатурка обваливается. Жители считают, по двухэтажке уже давно плачет капитальный ремонт. Однако оценивающая комиссия по их заверениям на пороге даже не появлялась. А многочисленные письма в профильные ведомства не дали положительного результата. Поэтому пенсионерка Людмила Беспалова не смогла упустить шанса прийти на встречу с руководителем жилищной инспекции Хакасии, чтобы попросить его провести в доме капремонт вне очереди. По закону это возможно. Узнав о том, что можно перенести график или сдвинуть, это новое положение вышло, если дом находится в очень плохом техническом состоянии. Но мы можем доказать, что наш дом действительно находится в техническом состоянии плохом. Жалуется пенсионерка и не только на необходимый капремонт. В доме над входом в подъезд нет крыши, а сверху висят огромные сосульки, которые коммунальщики почему-то убирать не торопятся. Родители боятся выпускать детей на улицу. Максим Миноградов пообещал, что в дом по улице Чайковского обязательно приедет специальная комиссия, которая даст заключение, нужен ли строению капитальный ремонт. Мы пишем в фонд ответ, что да, действительно, дом требует проведения капитального ремонта. И фонд уже тогда обращается в муниципалитет, они создают комиссию. Зал переполнен. Проблем с коммуналкой с каждым годом только больше. Большинство жильцов жалуются на коммунальщиков, которые собирают непомерные суммы за общедомовые нужды. Заводу в квартире приходится платить больше, чем заводу на мытье полу в подъезде. То же самое с электричеством. Вот у меня тетушка, она, значит, лежит, инвалид, она лежачая. Она проживает одна в квартире. У ней в квартире нагорает 43 киловатта 50. Заводу в ней приходит 49, 43, 50 киловатта. Вопросы, которые жители не успели озвучить, передали в жилы инспекцию в письменном виде. Максим Миноградов пообещал разобраться в каждой проблеме. А подобные встречи с народом за год пройдут во всех муниципалитетах республики. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.